Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодняшнее коротенькое видео посвятим кефиру. На самом деле, мы раньше всегда готовили кефир, думали, что это кефир, готовили обычную простокваршу, то есть естественным образом сквашивали молоко. Вот. Почему надо готовить домашний кефир, а не покупать магазинный? Да потому что магазинный кефир, он длительного хранения в основном, и он настолько наполнен антибиотиками, мы как-то оставили в холодильнике кефир магазинный, уехали куда-то на две недели, приехали, а вид кефира практически не поменялся, поменялся только запах. То есть я считаю, что это не живой продукт. Поэтому давайте попробуем приготовить. Будем готовить сегодня два вида кефира. Настоящий живой кефир на кефирные закваски. Используем фермерское молоко. Молоко, естественно, мы пастеризовали для того, чтобы молочнокислые бактерии, дикие, которые содержатся в молоке, полностью обозвредить, скажем так. То есть молоко у нас сейчас пастеризовано, здесь никаких диких бактерий нет. Использовать будем культурные кефирные бактерии. Купили эти закваски кефирные в интернет-магазине сырок.com.ua. Вообще очень рекомендую интернет-магазин сырок.com.ua для покупок товаров для сыроделия. Причем, что классно, интернет-магазин работает не только по Украине, но и по странам СНГ отправляет товар. Очень качественные закваски, ферменты, очень качественные плесени. И работаем с этим магазином уже 4 месяца, довольны полностью. Особенно с плесенью у нас реально были 2 фола полных с голубой плесенью, с культурами, которые мы покупали в других украинских интернет-магазинах. С сырок.com.ua отличная плесень, жизнеспособная, очень классно растет. Ну ладно. Так вот, мы купили 2 вида кефира. Кефир классический и кефир нежный. Для приготовления этого кефира, кстати, получаете вы закваски вот в таких вот герметичных пакетиках. В пакетиках находятся колбочки. В колбочке дозировка закваски на 5 литров молока. То есть колбочки нам придется делить. Ну, в данном случае мы делаем из 1,5 литра классического и 1,5 литра нежного. Делаю 2 вида для того, чтобы показать разницу, продегустировать на камеру. Разница действительно есть. Но кефир получается замечательный. И действительно он очень сильно отличается от обычной простоклаши. Итак, мы пастеризовали молоко. Пастеризация. Нагреваем молоко до 65 градусов. Оставляем на 15 минут. Потом как можно быстрее охлаждаем. Но пастеризовали его вчера, поэтому сегодня нам молоко надо опять подогреть. Для того, чтобы подогреть молоко, используем классическую водяную баню. 2 кастрюльки с теплой водичкой. Температура воды в кастрюльке где-то градусов 45. Датчики термометров для контроля. Отправляем в молочко. И ждем, пока оно нагреется до температуры 28 градусов. Через 10 минут молоко нагрелось до температуры 28 градусов. Внесем сюда закваски. Это же уже отмеренный объем, да? Рассыпаем закваску прямого внесения по поверхности молока. И оставляем на пару минут, чтобы закваска регидратировалась. Через 2-3 минуты размешиваем хорошенько молоко. Ну, такими движениями вверх-вниз, чтобы бактерии равномерно распределились по всему объему молока. Накрываем крышечкой и помещаем в теплое место. Для того, чтобы создать теплое место, мы просто укутаем сейчас эти банки одеялом. Помещаем их в такое теплое место на 12 часов. Ну, и, соответственно, завтра утром будем пробовать наш кефир. Я покажу, какой он по консистенции получился. И расскажу, какой он на вкус. Вот мы его промаркировали, написали, какие где бактерии. И завтра определим, какой вкуснее, друзья. На следующий день кефир готов. Вот видите, какой он сквасился. Давайте его размешаем. Кефирчик же всегда взбалтываем. Я помню этот чудесный прикол в детстве, когда бутылки с кефиром продавались запечатанные фольгой. Консистенция отличная. Вот его взболтаешь. Это у нас классический. И с булочкой после школы. Кефирчик с булочкой после школы. Это было наше все в детстве. Этот нежный. Нежный, более жидкий получается. По консистенции. Так, давайте, чтобы не перепутать, будем дегустировать. А я вчера встретил старого друга. И мы немножко подегустировали мои алкогольные напитки. Поэтому сегодня с утра этот кефирчик будет для меня не только лакомством, но и лекарством. Так, это у нас нежный. Действительно нежный. Друзья, ну это вообще ни в какое сравнение не идет с тем, что продается в магазинах. Это у нас классический. Так, давайте о вкусах. Значит, классический кефир похож, вот по вкусу похож на тот кефир, к которому мы привыкли. Но вкус более яркий. Естественно, из домашнего молока он более насыщенный и аромат. Просто потрясающий аромат. Он с кислинкой. А вот этот вот, который нежный, он получается чуть более сладковатый. Ну или меньше выражена кислинка, вот так будет правильно сказать. А по консистенции практически одинаковая. Изумительный кефир. Ну и конечно очень сильно отличается от простокваши. Простокваша чересчур кислая. Я, конечно, люблю простоквашу. Ну, получается тот же кефир, но только на диких молочнокислых бактериях, которые содержатся в молоке. Но все-таки именно на кефирной закваске он значительно так. Я сейчас буду пробовать, пока не допробуюсь до конца. Мне-то после вчерашней встречи со старым другом хочется лекарства. Вот, друзья, с удовольствием вам представляем совершенно простейший рецепт кефира. Попробуйте его приготовить из заквасок, которые можно купить в интернет-магазине сырок.com.ua. Ну, или в любом другом, в принципе, интернет-магазине, я тоже думаю, продаются закваски. Но я рекомендую именно этот интернет-магазин, потому что мы убедились в качестве продукции. Очень сильно отличается от того, к чему привыкли, от того, что мы покупаем в обычных магазинах. Кефир просто суперский. Ну, а я традиционно надеюсь, что видео было для вас полезным, друзья. И мы с Ларисей готовим для вас много новых интересных рецептов. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok